Дом для тысяч, десятков тысяч и даже десятков миллионов человек. Города притягивают своим комфортом и поражают своей сложностью. Жизнь успешного города – это правильная работа невероятно большого числа процессов, которые мы привыкли не замечать. Сотни коммуникационных систем, тысячи инженерных решений, миллионы операций ежесекундно позволяют горожанам жить, смеяться, трудиться, любить и создавать. Величие человеческой мысли поражает. Город подобен человеку. Стоит лишь одному органу выйти из строя, и весь организм работает неправильно. Было бы здорово, если бы все важные для жизни города системы были под контролем и работали исправно. Парадоксально, но чтобы чудеса человеческой мысли работали исправно, нам нужно исключить человеческий фактор. Для этого нужно довериться технологиям, умным технологиям, которые мы назвали. Смарт-сити. Концепция умного города. Активно продвигаемая компанией «Казахтелеком». Это набор умных технологичных систем для комфортной и удобной жизни горожан. С помощью умных технологий процесс управления городом станет простым и более эффективным. Ведь многие вопросы смарт-сити сможет решать без человеческого присутствия. Так, например, технологии умного города умеют самостоятельно управлять светофорами, чтобы снизить трафик дорожного движения в час пик. Включать и выключать уличные фонари в темное время суток. Автоматически выявлять преступления на улицах с помощью системы интеллектуального видеонаблюдения. Информировать горожан об уровне загрязнения воздуха. Дистанционно собирать информацию со счетчиков коммунальных услуг. Анализировать информацию и выявлять причины энергопатии. Почему важно задуматься о внедрении умных технологий уже сегодня? Вице-министр национальной экономики Казахстана заявил, что сейчас в нашей стране более 10,5 миллионов граждан проживает в городах. Это 58,2% населения страны. Ожидается, что в течение следующих пяти лет уровень урбанизации в Казахстане увеличится до 62%. Это значит, что в ближайшее время города Казахстана будут испытывать все больше и больше нагрузки на инфраструктуру. Перед акиматами городов возникнут новые вызовы. Уже сегодня назревает необходимость разработки экологичного и энергоэффективного способа организации жизни в городах. В современной технологии возможность оцифровки информации дают нам инструмент, способный решить целый комплекс городских потребностей. Технология «Безопасный город» следит за порядком. С помощью умных видеокамер, которые способны выявлять потенциальные правонарушения еще до того, как они состоятся. Так, например, умное видеонаблюдение способно распознать изображение оружия и мгновенно оповестить об этом службе безопасности. Умная ЖКХ собирает данные со счетчиков газа, вода и электроснабжения автоматически в разрезе города, района, улицы и квартиры и отправляет их в центр обработки данных. Специальные датчики помогут точно определить, на каком из участков происходят потери и устранить их. Экологический мониторинг автоматически собирает данные для анализа содержания в воздухе угарного газа, диоксида серы, оксида азота, бензола и других вредных примесей. Система делает анализ, строит прогнозы и делает оповещения, которые помогают жителям принять меры, чтобы снизить негативное влияние газов на организм. Здравоохранение «Умного города» предполагает создание единой базы данных и программного обеспечения, где каждый горожанин имеет возможность пользоваться медицинскими услугами онлайн. Система дорожного движения помогает фиксировать правонарушения, мониторить транспортные потоки и распределять их самым разумным образом, с помощью автоматического управления светофорами. Таким образом, дороги в час пик разгружаются быстро и эффективно. Система управления парковками мониторит и оповещает автовладельцев, где находятся свободные места и контролирует оплату. Система «Умное образование» создает условия для более мобильных коммуникаций в школах и вузах. Система основывается на управляемом доступе для учителей и учащихся к данным образовательной программы, электронной журналы-дневник, СМС-уведомления о важных событиях, электронной библиотеке и онлайн-обучении. Вся эта информация стекается в единый центр обмена данными — СОД. Фактически в ваших руках будет инструмент для управления всей городской инфраструктурой. В любое время вам будет доступна любая актуальная информация. Весь город у вас на ладони. Насколько эффективна система «Умного города»? Давайте посмотрим на данные статистики стран, которые уже внедрили «Умные технологии». Снижение транспортных заторов на 25% и более. Повышение эффективности использования общественного транспорта и удовлетворенность пассажиров на 12-40%. Снижение потерь в сфере ЖКХ до 80%. Снижение затрат на освещение города на 50-75%. Повышение энергоэффективности города в целом на 9-25%. Значительное снижение уровня правонарушений, повышение привлекательности города для жителей, предпринимателей и туристов. Как осуществить «Умные технологии» на практике? Для этого необходим огромный инфраструктурный ресурс. АО «Казахтелеком» — единственный оператор в Казахстане, который имеет все необходимые элементы инфраструктуры для реализации проекта «Смарт-сити» во всех городах Казахстана. Уже сегодня по всей стране мы протянули более 26 тысяч километров волоконно-оптических линий. Установили 400 базовых станций энергоэффективной сети интернет «Лораван». В том числе в каждом областном центре. Покрыли 3 четвертых территорий страны высокоскоростной мобильной связью формата ЛТЕ. Установили 17 центров обработки информации в каждом крупном городе Казахстана. И оснастили в них 22 тысячи единиц оборудования. Мы установили 257 точек Wi-Fi и 35 тысяч камер уличного наблюдения по всему Казахстану. Мы хотим сделать Казахстан развитым и технологичным. Мы стремимся к повсеместному внедрению технологий высокого класса по всей стране. Чтобы жизнь казахстанцев стала удобнее, приятнее и счастливее. Мы уже подготовили благодатную почву для роста умных городов по всей стране. Мы хотим, чтобы сегодня был заложен фундамент для еще одного умного города. Вы за?